А люди, их силуэты шли мимо нас, редко задерживались на секундочку, произносили всякие глупости, книгам неслышанные, а если и слышимые, то неинтересные. Тренькали телефоны, и люди рассказывали, что находятся в книжном магазине. Пару раз я слышала, вот эту книгу я ищу, и невидимых с моей полки родственниц покупали. Оно, конечно, обнадеживало, но я уже потихоньку начинала нервничать. Учение храма по этому поводу бросил ставшее традиционным. Постой, подобно мне годика два ни разу не листывая, и все пройдет. Я просто шел по книжному магазину. Есть такие магазины, где все книги стоят по одной вперемешку. Смотрел на книги, на их корешки, смотрел внутрь себя. И вдруг эти два взгляда пересеклись. Родилась идея. А что видят книги, находясь на полках? И я уже знала, что в мире нет ничего мертвого, а жизнь вечна. Вот так и дала себе знать мир книг, а затем миры пеналов, дисков, открыток и людей. Мне оставалось только подставить руки и поймать мир в ладошки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Есть прекрасное средство избавления от страхов. Абсолютное зеркало, в котором каждый видит себя. Книга постоянно дает множество поводов для изумления, особенно при контакте с читателями или с ее автором. Она не устает учить меня всему тому же самому. Вообще заглянуть в такое зеркало априориста, что-то страшно. Йог знает, кто там на тебя посмотрит. Но есть одно но. Человек не знает, что видит себя, заглядывая в я книгу. И я не знаю, что увижу в очередной раз, заглянув туда. Волшебная она, эта книга. Самый простой пример. Обложка с крестом. Кто-то видит на ней орудие убийства, а кто-то символ воскрешения. Кто-то видит религию, а кто-то трансформацию. Кто-то боится смерти, а кто-то возрождения. И чтобы заглянуть внутрь, нужна смелость. Таким образом, для тех, кто не боится, книга не будет средством избавления от страха. А тем, кто боится, она не поможет, потому что они пугаются сразу же, еще до открытия книги себя. Что бы такое почитать? Нет, это, наверное, не так интересно. Может быть, вот это? Нет, это, я, по сожалению, не осила. А вот это, наверное, интересно. Ну-ка, 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 ну-ка. Наверное, интересно. Что бы такое почитать? Нет, это тоже не то. Что бы почитать? Бог, Бог, это не абстракция. Это живое присутствие. Всеблагое, абсолютно щедрое, счастливое, целостное и свободное. Освободись от выдуманных табу пределов возможного. Бог вне этих пределов, ибо Он не имеет формы. Будучи бесформенным, Он обитает во всем. Но текст лился. Мой текст, Мое литературное произведение Лилось из меня. Это лилось и лилось из меня. И я, не понимая того, что говорю, Просто произносила текст, Наслаждаясь процессом, И купаясь В бесформенном ощущении Счастья. От звуки собственного голоса Я не заметила, Как закрыла глаза И перенеслась. Нет, не в мир грез, Хотя это было похоже, А в другой, Совсем не придуманной мир. Я находилась на кресте, Но не в теле человека. Я по-прежнему была книгой. Рядом и вокруг меня Были другие кресты. И на них Умирали грязные, Небритые люди В лохмотьях. А я не умирала, Хотя чувствовала Неприятное покалывание В районе ладоней И где-то Вечно неподвижных ногах. Толпа внизу Глядела на меня Кто с ненавистью, Кто с жалостью, Кто с безразличием. Я не видела искренности В глазах смотрящих. Вдруг одна из пожилых женщин, Скрывавшая лицо За куском грубой ткани, Закричала на непонятном языке. Но я поняла, Что она обращается ко мне И спрашивает. Кто ты, Анна? Сразу же Ни стройный хор Других голосов Поддержал ее. Ты кто? Кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Один из людей В лохмотьях Повернул свою голову Ко мне И прошептал. Ты Иисус из лазарета. Ты воскрес. Я книга Сказала я И меня никто не слышал. Когда я закричала громче Я книга Только мне не удалось Перекричать толпу Скандирующую свои вопросы На разных языках И разными голосами Кто ты? Кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Но мне удалось Прочитать табличку Висящую на груди Моего соседа По кресту На ней Человеческой кровью Было написано Имя Лазарь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому